А светочные гадания, как вы к ним относитесь? Конечно, гадала. Много раз гадала, иногда даже сбывается. Нет, никогда не гадала. Ну да, гадала, было дело. Очень давно, лет 10 назад, наверное. Да, давно, в детстве. Нет, не гадал. Нет, конечно, в детстве, в молодости. Пробовали вызывать разных духов, знаете, вот чертят эти круги, иголку на нитке держат и задают вопросы, а иголка двигается. Ботинок надо бросить в окно. Через забор. Да, да, да. И в кого попадет, тот и мужик твой будет. По книжке можно гадать. То есть берешь книжку типа «Мастера и Маргариты», что-то такое, кладешь на нее руку, загадываешь вопрос, потом называешь, ну, сам себе, конечно, страницу и номер строки сверху, снизу. То есть читаешь, это ответ. Самое интересное гадание, мы в поселке жили, это нужно ночью подойти к бане, в темную ночь, в темную баню, открыть ее, залкать туда руку, и если тебя схватит лохматая рука, значит, жизнь будет богата. А если голая рука схватит, значит, наоборот. Налить воды в кружку и поставить на мороз, и, по-моему, считается, что сколько будет бугорков, столько у человека будет детей. Человек же, как правило, мечтает о том, что может случиться, а о том, что не может. То, что может случиться, то всегда и сбывается.